Сегодня жители Академического района Екатеринбурга, проживающие на, наверное, самой местечково-патриотической улице, названной в честь Вильгельма нашего Дегенина, пожаловались в редакцию ТАО на передозировку и навязчивый характер культурного обмена, можно сказать, на принуждение к познанию нравов и обычаев братьев наших южных, которые отвечают за наш авитаминоз. Общеизвестно, что только иностранные ценные специалисты способны, купив фрукты и овощи на оптовой базе, затем продавать их в розницу. Вот и в 16-й этажке номер 34 по Вильгельму Дегенина наконец появились такие и взяли в аренду полутораметровый кусок площади рыбного магазина, но шуму при этом производят на все 200 метров. За счет оккупации уличной территории. Цитата от коренного Вильгельма Дегенинца. С утра под национальную музыку они шумно монтируют незаконный рынок, а ночью с 23.00 до 3.00 ночи под бурное обсуждение драки и прочий шум убирают конструкции. Нам приходится все лето держать окна закрытыми, но это не помогает, так как мигранты очень трудолюбивы. Их крики и неистовое песнопение прорываются сквозь закрытые окна. Мы уже привыкли к овощным мухам в квартире благодаря рынку, но никак не можем привыкнуть к дракам, шуму, хамству и даже угрозам от иностранцев. Конец цитаты. А еще люди жалуются на бездействие полиции, которая не видит криминала ни в виде самозахвата муниципальной земли под торговлю, ни в виде нарушения тишины по ночам. Участковая и уполномоченная Мальченко заявляет, что решительно ничего не может сделать в ответ на их просьбу. Ну сделайте же хоть что-нибудь, дорогая Гульнас Ильдаровна. Продолжение следует...